Путин не будет удовлетворён завоеванием северо-востока Украины. Единственный результат, который он примет, это захват Киева. Пишет об этом Foreign Affairs со ссылкой на бизнесмена, который якобы имеет какие-то связи в Кремле. Российская элита, которая была против войны, примирилась с этим и сейчас обсуждает, какие условия для России могут считаться победой. То есть они говорят, что мы должны победить в войне, иначе они не дадут нам жить, и Россия рухнет. Ну и есть якобы какой-то план, как Россия собирается снова наступать на Киев. Если начнёт всё-таки свою вторую кампанию по захвату украинской столицы, то, скорее всего, начнётся наступление из Беларуси, как это было зимой 2022 года. Многие в Москве считают, что на этот раз, когда армия России укрепится, а резервы Украины ослабнут, их страна может победить. Как вы думаете, реально ли у Путина есть такие планы? Он понял, что ему терять нечего и готов идти до конца. Ну и зачем тогда России Киев? Зачем ему ещё один путь позора? Путин ни в коем случае не принимает на себя поражения. Он абсолютно победоносен. И то, что вот на сегодняшний день слегка не клеится, так это только на сегодняшний день. И, конечно, всю Украину в обязательном порядке. И во что бы то ни стало Киев. Конечно же, он должен быть российским. Тем более Россия — это такая страна, у которой её основная часть истории, её культурологический старт находится вне территориальных пределов. Она всё-таки Киевская Русь. И это Киев — мать городов русских. Ну как это можно украинцам простить, если у них при этом своя жизнь, своя страна, своя государственность? Никак. Поэтому вот то же самое, как невыгодно было убивать Навального. Навального вот сейчас можно было бы обменять, например, на мир. Потому что под имя Навального все охотно сядут за переговоры. Но убить Навального было важнее. Первая задача, первый приказ, первая цель — убить Навального. И то, что это произошло с отсрочкой через три года, тем не менее не изменило цели полагания. Киев во что бы то ни стало должен быть обязательно российским. Обязательно российские танки с триколором должны пройти по Крещатику. И, конечно же, вся Украина целиком, вплоть до границы с Польшей — это территория России. Во что бы то ни стало. Поэтому если сейчас Запад думает, что Путин не побеждает и на этом остановится, это, конечно, ошибка. Если кто-то полагает, что Путин сядет за стол переговоров, подпишет огромное количество документов, неважно каких, это будет реальный мир? Нет. Это будет отсрочка. Потому что Путин через три года, через четыре года, через пять лет, причём дряхлый, больной Путин, у которого к тому моменту будет гораздо больше непоправимых диагнозов, чем сейчас, он будет тем более яростней развлекаться, несмотря на отсутствие возможности победить. Путин не рассматривает вот тут победу конкретно так бравурно и так здорово, как это показывал советский кинематограф. Путину и сам процесс уже в радость, и сравнять Украину с землёй, уничтожить полностью Киев, ну вот то, что сейчас он творит абсолютно со всеми населёнными пунктами в пределах досягаемости артиллерии. Его это тоже устраивает. И с точки зрения всего остального мира, это же не победа. Ты взял, уничтожил страну, в которой невозможно жить. Ну и что? А для него геноцид — это победа. Тем более, с его-то прессой никто не узнает, что он натворил. Ведь в Бучу, в Гостомль, в России никто не верит. Если показать и сказать, смотрите, это твои, это вот такие же, как ты. Вот они приехали и вот это сделали. А вот видишь вот этих расстрелянных мирных, видишь вот этих вот красивых женщин, вот этих вот аккуратных мужчин расстрелянных, убитых в затылок? Ты знаешь, что это сделал твой родственник, что это сделали твои? Не поверят. Даже обсуждать не будут. Просто это недопустимо. Это никак в голове не укладывается. Но для Путина война — это очень важно, это цель. Поэтому любое перемирие для того, чтобы накопить силы, договориться с Северной Кореей, договориться с Ираном, выторговать немножечко у Китая, чуть-чуть притупить бдительность Европы и Америки и опять напасть во что бы то ни стало. Украина — это часть России. Киев действительно мать городов русских. Но он после этого не должен принадлежать украинцам. Он должен принадлежать Путину лично. И вот когда, тем более, представьте себе старика, злобного, гадкого, противного, самовлюблённого, эгоцентричного. И ему говорят, «Володь, ты понимаешь, тебе жить осталось полгода. Ну всё, вот это уже неоперабельно. Это на планете Земля не лечится. Шансов никаких». Что делает человек после этого? В раскаянии падает на четвереньки, припадает к иконе ликом святых и начинает вымаливать себе прощение? Нет. Он говорит, ну, значит, так. Мне тут осталось полгода. Так, где тут мой ядерный чемоданчик? Сейчас мы развлечёмся. Потому что мне всё равно помирать, но я лучше помру вот с таким вот угаром веселья. А тем более, что цель, она как единожды была поставлена, так она и остаётся. Ведь никто толком не знает, отчего вдруг Путин полез на Украину. Причём выбирал же. Это то же самое, как Ельцин, например, выбирал, на кого напасть. На Чечню. А можно на Адыгею напасть. А можно на Бурячию. Нужна вот такая внутренняя война, в которую извне не вмешаешься, но которая будет надолго. Вот это были экономические причины, потому что когда Ельцин развязал войну против Чечни, самое главное было это не то, что ему как-то не нравилось самоопределение Чечни, государственность в Чечне, её собственная политика. Нет. У него была проблема. У него моногородов, полстраны. Экономика военная. Если эти заводы не делают противогазы, то город умирает. Поэтому нужна война. Но война нужна такая, в которой понятно, что твой враг не выиграет, потому что он находится у тебя непосредственно на территории под контролем. А с таким же успехом можно было напасть на Белоруси. Ну, потому что она тоже безответная. Тоже можно было придумать, что это на самом деле исконно русские земли, что белорусов нужно защитить. Но причина всё равно неугадываема. Почему Украина-то? То есть, почему война, понятно. Потому что очень хочется, потому что таких развлечений в мире мало кто может себе позволить. Ну, тебе в Сирии мало. Ну, воюй в Сирии в полный рост. Там вообще никого не жалко, ни своих, ни чужих. Они все чужие тебе. Воюй туда. Авианосцы присылай. Прямо в пустынях Сирии, пожалуйста. Пусть у тебя подводные лодки ведут морской бой. Ну, красота же. Лет на 20 хватит этой войны. Украина. Почему Украина? Непонятно. Но именно из-за того, что мы так и не узнаем никогда причину, почему Украина, нет ответа, когда это закончится. И если Путин решил, что Украина любой ценой, то, соответственно, это не мы можем как-то изменить ситуацию, сказать, Путин, у тебя танки кончились. Ну и что? Путин, у тебя люди кончились. Ну и что? Он будет продолжать воевать. Почему? Мы никогда не узнаем. Но любая передышка, любое перемене для Путина, это для того, чтобы накопить себе силы, армию. И во что бы то ни стало завоевать Украину, которая ему не нужна, но очень хочется. Кстати, по поводу того, что у Путина кончаются, возможно, люди, или он хочет там ещё себе других завербовать, возможно, даже и белорусов, говорят об этом и тоже западные издания. А вот по поводу Белоруссии, то, что Путин может начать снова своё наступление на Киев оттуда, свидетельствует, наверное, ещё заявление белорусской власти. Потому что там они начали активно обвинять Украину в том, что мы якобы стягиваем свои войска, танки, артиллерию к границам к Белоруссии в Житомирской области. Также они говорят, что там появился русский добровольческий корпус, утверждается, что на границе подразделения украинского спецназа. А вот ещё и Муравейко, он сделал заявление, что Белорусь может применить ядерное оружие при угрозе своей независимости. Очень много за последнюю неделю таких заявлений оттуда. К чему готовятся белорусы? Зачем они делают такие заявления? Когда Финляндия в 1939 году напала на Советский Союз, она делала то же самое. Она стреляла по майнильской военной базе пограничной. Она постоянно устраивала провокации на границе. Маннергейм лично приезжал на границу, отводил войска и линейкой замерял дистанцию недосягаемости финской артиллерии до российских границ. А Россия рассказывала, Советский Союз рассказывал о том, как финны, злоумышляя, подло себя ведут, постоянно забегают на территорию, устраивают провокации, разоряют курятники, и вот, наконец-то, взяли и отбобились по погранзаставе. Поэтому совершенно никого не волнует, что у Украины на самом деле происходит. Передислоцируются войска или не передислоцируются, есть какие-нибудь планы или нет. Если хозяин решил, что так вот оно и будет, значит, так оно и случится. И если приказ пришел в Беларусь, начать разыгрывать вот эту карту, чтобы убеждать белорусское население, которое точно так же индифферентно, у белоруса у него на украинца зубы нет никогда. А тем более, ну, как-то взять и вот так тоже разграничить, сказать, что вот это белорусы, а вот это украинцы. Вот очень сложно. Тем более, что до 1939 года часть территории вообще-то была, вся единая страна и назывался она совершенно по-другому. А вот теперь, знаете, белорусы — это вообще другие люди. У них к украинцам огромное количество претензий. А Украина себе тут позволяет злоумышлять на границе, какие-то роет подкопы, там на танках катается вдоль демаркационной линии. И никого не волнует, что происходит на самом деле. Но вы абсолютно правы. Если Лукашенко скажет вперёд, воевать, Лукашенко, как всегда, разведёт руки в сторону, скажет, нет, ну слушайте, во-первых, дальше будет по тексту. Там у нас не было другого вывода, выбора. Это был не я, это на нас напали и так далее. Здесь не будет ничего нового, кроме того, что опять война. И ровно столько, сколько раз нужно Путину будет воспользоваться Лукашенко, ботиночки протереть, если что, какой-нибудь там картофельный крахмал из него выжать, или, например, танками покататься, а потом напасть на Украину. Вот он это сделает, и ровно столько раз, конечно же, Лукашенко это позволит сделать. И как ещё на Киев нападать? Прямой удар как раз со стороны белорусской территории. Других вариантов нет, потому что больше ниоткуда ты не доберёшься до Киева. По земле не получилось, два с половиной года не получается. Значит, через Беларусь. Кстати, возвращаясь к статье «Форин Эферс», то там говорится о том, что элиты в Москве считают, что чтобы победить своих настоящих врагов, как говорит Путин, они сидят там в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему теперь нужно атаковать одного из членов НАТО. И это может быть якобы Эстония или Латвия. И попытаться сделать Путин это собирается до выборов в Соединённых Штатах Америки. А вы верите в то, что Путин действительно готов к войне с НАТО и может, ну если даже не напасть, то действительно сейчас проводить какие-то диверсии на территории стран НАТО? Он это делает уже давно. Он это делает последние 10 лет. Он взрывает склады с боеприпасами в Чехии, например. То же самое Петров и Баширов это сделали в 2014 году. Это было 10 лет тому назад. Путин не считается с юрисдикцией, с государствами и с их границами. Это всё его. Поэтому сжечь какой-нибудь магазин, подорвать какой-нибудь склад, пустить какой-нибудь поезд под откос, неважно в какой стране, чтобы все знали, что русские идут. Конечно, это абсолютно нормальное повседневное существование для Путина и для того, что теперь уже можно называть путинизмом. Путина на европейскую страну НАТО обязательно нападёт. Не уверен, что уже чёткий есть ответ на вопрос на Эстонию. Эстония, она крайняя. У неё других вариантов нет. С одной стороны море, с другой стороны Россия. И вот тут немножечко Латвия. В Латвию заходить, там русскоязычное население, можно рассчитывать на его поддержку. Это совершенно бесполезно, никакой поддержки не будет. Одно дело орать на митингах, и другое дело, например, кровь проливать. Это два совершенно разных занятия. Простите. Скорее всего, удар будет по Литве, потому что это как раз тот самый Суланкинский коридор, который позволяет отрезать все три страны Балтии сразу от Европы и выйти к Ленинграду. И тут объяснится, может, знаете, наша земля. Тут всё-таки свои русские, а тут тем более литовцы. Про литовцев тоже что-нибудь говорят. Они там нам транзит запретили, они там без макарон нас оставили, они нам хлеб не подвозят, у нас там ещё что-то. Бумажки накидали на нашу территорию, в конце концов. Неважно. Любая причина подойдёт. Но, скорее всего, чисто стратегически, одним ударом отрезать три страны выгоднее, чем, например, тремя ударами пытаться растоптать каждую из них. И это должна быть как раз гибридная война, чтобы солдат русский своим сапогом не топтал эту землю. Потому что тогда НАТО будет опять разводить руками и собирать совещание в Брюсселе. Потому что, смотрите, русские танки границу не перешли, а случайный сброс 125 авиабомб по территории, уничтожившие там столицу, ну, это же не оккупация. Соответственно, это недоразумение. Поэтому ЧП. А как мы можем на ЧП в ответ объявлять войну? Мы, конечно же, этого не можем, поэтому нам нужно собрать комиссию и обсудить. А тут прилетают ещё там пять тысяч авиабомб, которые тоже, знаете, ну вот солдат-срочник перепутал, ну, простите, мы его посадим на полгода на Гауптвахту. Вот он кнопочку на пульте нажал. Россия в этом отношении ничего нового придумывать не будет. Она будет гадить, нападать, и до последнего делать вид, что это не она. Когда Советский Союз напал на Афганистан, советская армия вошла в Афганистан, их там нет. У них на форме не было идентификации российской армии. У них форма была без звёзд, погоны были без букв СА, блях, была гладкая. Чтобы кто-то в мире подумал, что, вы знаете, вот это вот не советская армия. На 131-х Зеллах и на Т-55 это не советская армия. Это какая-то другая. Видимо, где-то здесь в регионе есть ещё несколько десятков дивизий, которые все так хорошо одеты, все хорошо накормлены. Многие из них с узбекским прищуром. И вот посмотрите, какие замечательные ребята. Но это точно не из России. А откуда они взялись? Ну, мы не знаем. Может быть, это китайцы? А может быть, это уругвайцы? А может быть, это юаровцы? Ну, это точно не русские. Поэтому Советский Союз ничего нового придумывать не будет. А напасть он, конечно, нападёт. Вы взяли на порядке. И вот сейчас два момента, которые дают Путину подсказку, когда нужно нападать. Первый — это переизбрание генсека НАТО. Сейчас, через какое-то время, на хорошее кормление сядет бесполезный Рютте. Рютте терпеть не могут в его родной Голландии. Условия, при которых назначается генсек НАТО. Это должен быть плюшевый мишка из маленькой страны, чтобы человек вырос без понимания объёма и глобальности мира. Человек должен быть из какой-нибудь маленькой страны, потому что у него представление о грандиозности географии ограничивается его калиткой. Если он за угол завернул, для него это уже большое путешествие. Если он дошёл до автобусной остановки, это уже повод для мемуаров. Если он добрался до письменного стола, например, в другом городе, это пятитомник. И эти люди, они не в состоянии понимать, что происходит. И очень важно было назначить сейчас генсеком НАТО человека, который, с одной стороны, на словах, посмотрите, он же за Украину. Ведь Нидерланды поставляют оружие, они от себя отрезают последнее, рубаху уже сняли, F-16 направили. Но при этом Мартин Рютте — это человек, который на велосипедике ездил к себе на работу и проявил себя как очень неуважаемый политик в рамках своей страны. То есть он сумел заслужить отвращение у электората. Теперь он ушёл на пенсию, теперь он будет руководить НАТО, и его ближайшие шаги определят кончину НАТО и Украины. Вот от того, как Рютте поведёт себя и что он будет делать, станет понятно, он прикидывался таким, когда руководил Голландией, или он реально такой. То есть он слабак или нет. Если выяснится, что он слабак, конец всем. Конец Украине, конец НАТО. Это понятно, что... Это будет означать, что с этой НАТО можно делать всё, что угодно. И выборы американского президента. Потому что как только происходит вот это переназначение, выборы и период безвластия, это означает, что на планете Земля нету старшего. Хулиганить можно как угодно. Учительница ушла из класса, можно на доске нарисовать неприличное слово. Мелками. Потому что никто потом не узнает, кто это был. И вот эти два очень важных момента, когда судьба человечества лежит в плоскости принятия решений по двум кандидатурам. То есть от двух людей на планете Земля на сегодня зависит цивилизация. Выживет ли планета, это зависит от Рютте и от следующего президента. Если Рютте слабак, значит Европе точно конец. Если сейчас посмотрим, какой будет американский президент, а там будет еще несколько загадочных сценариев, и Байден, скорее всего, в последнюю минуту реального президента как раз предложит кого-то из своей команды, то это точно будет не он, и это точно будет не тот политик, на который сейчас направлено общественное внимание. И если этот политик тоже окажется мямлей, все. Тогда в Европе нету силы, потому что НАТО — ничто. И в мире нету силы, потому что Америка — это единственная, кто умеет прекращать войны. Америка закончила Первую мировую, Америка закончила Вторую мировую, Америка сейчас не хочет завершать Третью мировую. И если новый президент американский ничто не сделает, а покажет себя слабаком, у которого там есть важные проблемы, БЛМ, у него колючая проволока в Техасе прохудилась, нужно разбираться, что же делать там с мигрантами из Мексики. Вот если он сосредоточится на этих вопросах — все. Вот теперь точно конец. Путин получает карт-бланш. Это означает, что все вокруг слабаки, бояться некого. Что хочу, то и делаю. Значит так, Лукашенко быстренько приютил мои два десятка дивизий, 15 бригад, и мы сейчас и по Киеву, и далее везде. Удар по Литве, Сувалтинский коридор, Польша, дальше все что угодно. В Венгрии передышка там свои, ну что-нибудь на территории бывшей Югославии, Сербия тоже свои. И дальше понеслась. Австрия с 1955 года, за ней должок. До 1955 года Красная Армия стояла в Австрии, ушла неудовлетворённая. Так что есть что поковырять кочергой в остывших углях европейской политики. И это у нас вот буквально ответы мы получим с вами до конца года. И по всем абсолютно прогнозам и было как раз обещано, что 2024 год будет критическим. Он вообще-то должен был быть критическим для фронта, но он будет критическим для цивилизации планеты Земля. Ну да, если действительно в этом году решится судьба человечества, очень интересно, как всё это будет происходить дальше и что Путин будет от этого иметь. По поводу того, что он может сейчас попробовать напасть иностранные НАТО, то действительно об этом многие говорят. И говорят, что он снова использует предлог, что вот будут какие-то протесты среди русскоязычного населения. Но если такое начнёт развиваться, то страны, эти страны, это же не будет для них внезапно? Эти люди, они кардинально другие. Они 30 лет живут без Советского Союза. И, конечно, все три страны Балтии, они очень разные. Они не одна и та же земля, поделённая на три закутка. Литовцы кардинально отличаются от латышей. Эстонцы совершенно не похожи на литовцев и на тех же самых латышей. И они очень мирные, они очень прочные. Они прекрасно понимают, какой у них неудачный сосед. От такого соседа обычно съезжают куда-нибудь в соседний город, но у них нет такой возможности. Но при этом они не привыкли бить людей палками, разгонять демонстрации. И к быстрой реакции они тоже не привыкли. Поэтому если Путин будет мямлить и, как всегда, бросит танки без обеспечения, у них закончится горючее на подъезде к Вильнюсу, то будет реакция, сумеют быстро понять, сориентироваться и дать ответ. Но, скорее всего, нет. И если на разогреве начнут выступать... Разогрев должен быть короткий, потому что если разогревать будут, например, Латвию в течение года, начнутся какие-то выступления какого-то русскоязычного населения. Если это будет одну неделю, Латвия ничего не успеет сделать. Она только будет неделю совещаться. Надо разгонять демонстрацию вот этих, которые за Путина или нет. А если это будет, например, полгода, то абсолютно всем заткнут рот, сделают это очень аккуратно, проведут через парламент после слушаний законопроект, ратифицируют его и выгонят всех. То есть как только ты открываешь рот и говоришь, что Латвия мне русскоязычному что-то должна, что я здесь коренное население, а вы здесь пришлые, и вообще Путин наш герой, моментально, чемодан, вокзал, Россия, вывезут в лучшем виде, упакуют, вытягнут из мешка, скажут, русские, забирайте своего. И сколько бы их ни было, тысячу, значит, тысячу выкинут из страны. 300 тысяч. Выкинут 300 тысяч из страны. Но после первого вагона, с отобранными паспортами, с запретом на счастливую жизнь в Евросоюзе, пинками выгнанные за пределы своей территории, обратно в Россию, тишина будет стопроцентная. Вообще никто не то что рта не отстроит, даже будет стесняться думать один на один с собой по поводу того, что у него есть какие-то претензии к Латвии. То же самое будет в Эстонии, то же самое будет в Литве. То есть если это не мгновенно, а мгновенно у Путина не получается, он никогда не умеет, тогда никакой фитиль не зажжется. Бесполезно спички подносить. Не то что не полыхнет, оно все оцаревшее. И здесь русскоговорящее население, например, мои знакомые в литовской полиции с именами Иван, Петр, Николай, они литовцы. Они совершенно не собираются за Путина. Они собираются за родную Литву. Они говорят у себя в семье, на русском и на литовском. Они общаются на русском и на литовском. У них русские имена, русские фамилии. Они литовцы. И они не то что не пустят, они будут допоследнего сражаться. Сейчас все страны так или иначе готовятся к этой войне. Латвия, Литва, Эстония, кроме линии Маннергейма, которые они строят уже и собираются получить большее ассигнование от Евросоюза, и свои курсы по подготовке, и свои военные комендатуры, и свои новые условия призыва, все прекрасно понимают, что война неизбежна. И, конечно, готовится ответ с провокацией о том, что русских здесь притесняют. Притом, что в Латвии и Эстонии есть этот неудачный пример паспорта негражданина. А в Литве его нет. И в Литве абсолютно все русскоговорящие — это свои. Когда началась война, мэр Вильнюса в первый же день сказал «Внимание всему населению!» Люди, говорящие в Литве на русском языке, это наши с вами люди. Не смейте их трогать и обижать. Если где-то, кто-то, кого-то по признаку русского языка попробует просто зацепить, не говоря о том, чтобы оскорбить, срочно в полицию, и детям своим передайте в школе, что если с ними за партой сидит ребёнок, говорящий на русском языке, это наш ребёнок. И то, что он говорит на русском языке, в вину его ставить нельзя. После этого, через неделю, то же самое сказал президент. Публично, на всю страну. Все, кто говорит в этой стране на русском языке, это свои. Мы их в обиду не дадим. Они нам равны. Мы будем их защищать. Сейчас как раз были перевыборы, ну, новые выборы. И этот же самый человек, не уседа, он по-прежнему президент Литвы. И Литва в этом отношении, она интегрирована в Европу. Русские здесь живут. Замечательно. Никаких абсолютно проблем. Здесь этот фитиль тем более не вспыхнет. Причём, что в Литве самая большая армия, 40 тысяч. Если в Эстонии и Латвии она гораздо меньше, там по порядка 10 тысяч, ну, плюс резервы, то ситуация будет везде разная, но везде, нигде не вспыхнет. Поэтому раскачивать лодку, скорее всего, не получится. Нужно будет нападать. Нужно будет без объявления войны, раз, и русские танки. Как в 1939 году, бомбардировка Хельсинки, и понеслась. Но вот тут, если нога русского солдата ступила на территорию, тогда у НАТО, каким бы спящего оно ни было, появляются формальные признаки агрессии и оккупации. И тогда они вынуждены уже давать ответ. Тем более, что, например, в оборонной доктрине Эстонии сказано, наша задача не пустить врага к себе на территорию и потом его выбивать отсюда, а не допустить пересечение границы и вторжение врага на свою территорию. Это говорит о том, что Эстония, когда становится понятно, что миру больше не будет, нападает первой. Маленькая Эстония, у которой вся армия 7 тысяч человек. Она нападает первой, потому что она не собирается выкуривать потом из каждого леса, из каждого переулка, из каждого врага русский солдат и русский танк. Нет. Значит, эта война будет на упреждение. И Эстония, как страна НАТО, свою официальную доктрину опубликовала 10 лет тому назад. Мы не допускаем право русского сапога топтать нашу землю. Как только сунулся, тут же ногу оторвало. Но в ответ в отношении и Литва, они не менее подготовлены, у них тоже есть ответ на эти вопросы. Поэтому, конечно, раскачивать ситуацию будет сложно, проще с Белоруссией. Белоруссия, она никуда не будет. Она никуда не денется. И здесь всё опять будет зависеть от одного человека, от Рюте. Потому что Литва рубиться будет отчаянно. Латвия будет рубиться отчаянно. Эстония рубиться будет отчаянно. До последнего. При том, что тут же на помощь придут в частом порядке остальные государства, которые не будут декларировать своего военного присутствия, но будут оказывать помощь то же самое, как это было, например, в Финляндии в 1939 году. Потому что интербригады из Швеции пошли сразу. Из Америки пошла военная помощь сразу. При этом Америка не участвовала, не была стороной конфликта, Швеция тоже была абсолютно нейтральной. Но Финляндию поддерживали. В открытую декларировали политическую поддержку, а всё остальное было уже, что называется, потихонечку так, кулуарно, но это было и оружие, и люди. Воевали. То же самое произойдёт со странами Балтии. Они небезразличны. То есть, если у России имперскость позволяет кому-то относиться с пренебрежением, а, что это там, Украина какая-то, кто такая Молдова, да ладно, Казахстан, если что, вернём. Европа устроена по-другому. И Латвия, Литва, Эстония это такие три украшения Европы. Это такие три на вот этом ювелирном панно очень красивые жемчужины. И к ним относятся соответственно. И их очень ценят в Европе. К ним очень позитивно относятся. И литовцы, латыши, эстонцы, они же есть практически везде. Тут не очень много народу, но эти люди постоянно, они встречаются в Европе, они там работают, они создают имидж своей страны. И о Литве, если, например, про Украину, ещё можно пытаться говорить, что это всё-таки постсоветское пространство. Она всё ещё совковая Украина. Поэтому мы её приберём на том основании, что мы практически одинаковые. Латвия, Литва, Эстония кардинально другие. Они за эти 30 лет построили у себя внутри страны, пригодные для проживания, совершенно с другими ценностями, совершенно с другой моралью, совершенно с другим отношением ко всему и к русским в частности. И это будет не то же самое вхождение русской в данный случай РКК в 1940 году, когда просто пришли и сказали «Всё, вот теперь здесь Россия, Советский Союз». Не получится. Хотя, учитывая, что Россия учится на учебниках предыдущих войн, а по большому счёту не учится никогда, скорее всего, мы не дождёмся ничего новенького. Будет что-нибудь старенькое. То есть, все старые сценарии, а мы-то их прочитали. Поэтому довольно быстро будет понятно, что вот это оно и началось. Сергей, огромное вам спасибо за интересный разговор, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я желаю вам хорошего и приятного дня и напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Журналист Гордон озвучил мирный план. Я слышал, Гордон. То, что он назвал, те условия, которые он описал, они вообще-то кардинально отличаются от того, что официально Путин требует. Там, вплоть до сдачи Крыма, ну, как минимум, я процитирую, а не россияне, готовы говорить о Херсонской, Запорожской области. Ну, понятно, готовы говорить не означает, что готовы отдать, но готовы как бы говорить. А Крым должен стать демилитаризированной зоной с двойным каким-то регулированием. То есть вообще непонятно, о чем речь идет. Что значит демилитаризированная зона? Какое законодательство там будет? Какие войска? И как они себе это представляют? После всего того, что они сделали, они предлагают, чтобы украинская полиция там была вместе с российской полицией или как это вообще возможно. Но более глобально хочу взять этот вопрос. То, что двигается Россией официально и то, на что они готовы пойти, вот между их официальной версией то, что сказал Гордон, вы как рассматриваете, где там ближе, к чему именно идет? Ну, я видел совершенно Дмитрий Ильича, я к нему с уважением отношусь, он, конечно, имеет, безусловно, свои источники. Опять же, сложно обсуждать неподтвержденное публично, хотя бы косвенно, сторонами, я подчеркну, тем же американцам, если вдруг действительно министр МВД колокольц, а для чего нужен колокольц, привозить такой план? Разве это нельзя передать Салливану от Нарышкина или Бёрнсу нельзя передать? То есть, какая здесь миссия? Посол, который сидит там, Антонов, он не может отнести такой план? То есть, странно звучит, что колокольцев могут получать такую миссию, но, допустим, давайте предположим, что так оно все и есть, что это тот озвученный план, по которому те пункты, которые озвучены, действительно имеют миссию с допустимым. Я ж не знаю, жизнь дает такие сюрпризы, что, наверное, диву даешь, думаешь, ну, это же безумно, чесать правой рукой левое ухо, ну, бог с ним, допустим, допустим. Я бы сказал, что этот план выглядит, если он действительно предложен Москве, если, еще раз подчет, потому что меня всегда за язык дергают, я всегда оговариваюсь, то он выглядит не более чем как игра. Зачем Москве соглашаться, даже путем переговоров, на какое-то ущемление своего суверенитета, сокращение своего суверенитета над Крымом, прежде всего над ним. Ну, еще Херсонская, Запорожка, тут могут быть варианты, могут быть варианты. Хотя там написано, что должен быть в любом случае путепровод какой-то в Крым по сухопутной территории в этом плане написано, то есть, все равно какая-то железная дорога, гарантированная, коридор там, ну, вечные эти коридоры, тут коридоры, там коридоры. Ну, как бы, это не выглядит убедительно по очень многим причинам. Во-первых, вот это субдоминионы подобного рода действительно были совладения, но это опыт в основном отрицательный. Микроскопических каких-то территорий, знаете, где-нибудь в океане или где-то, тут это все-таки не работает. Это называется кондоминиум. Кондоминиум, совладение. Я, честно говорю, не вижу для Москвы никаких резонов добиваться такого. Если в качестве игры какой-то, проброса, а вот войдите с нами в переговорный процесс на таких-таких-то условиях, а мы же вот даже такое готовы рассмотреть, ну, может быть. Ну, может быть. Но вот согласиться с этим, потому что реализовать это невозможно. А как это реализовать? Никак. Так же, как вот вспомните отсылку сделок в Минском соглашении. Там в какой-то момент же они предлагали по плану Штанмайера мы сами у себя там в Донбассе проводим выборы, ну, типа ДНР, ЛНР. Остается народная милиция, то есть, читая ЧВК Вагнер, который там был, да, и российские части, остается, и вы это не контролируете, да, и фактически усвоите все к федерализации, потому что там есть круг вопросов, в которые Киев не может вмешиваться в вопросы ДНР, ЛНР. Не может, да, то есть, ну, фактически федерализация территории Украины, за которой тогда бы последовали и другие территории, Крым выводился за скобки, а в ДНР, ЛНР, в Донбассе, значит, марионеточной власти от имени другого государства, фактически, да, но тем не менее, со своей стороны, ДНР, ЛНР, остающиеся в составе Украины, формально, да, имеют право блокировать своим представительством любые вопросы, хоть от членства НАТО, ЕС и тому подобное, понимаете, блокировать международные соглашения Украины, но с тем же Западным, с Америкой и так далее, в одну калитку такая игра, понимаете, то есть этот план все равно не был реализован, все равно началась война, понятно, что Минские соглашения канули в никуда, представьте себе, что Москва может продолжать паразитировать на этой теме, но только как игра, почему, потому что тогда это было возможно без большой масштабной войны, она и так в 2014 году была нормальная такая, да, я тебе дам, как говорится, по полной гибели, все, и потом в зоне ООС, это долго-долго, а то потом ООС, и гибли люди, и на линии противостояния, понятно, что не вовлечены были такие мощные силы, там войска, артиллерия, авиация, там флот на море и так далее, этого, конечно, не было, потому что широкомасштабная война, полномасштабная, началась в феврале 22-го, но все равно этот тлеющий конфликт все-таки был маленьким по сравнению с тем, что началось сейчас, после того, как вот такая война, уже полмиллиона убитых, представить себе возврат к Минску или формату Минска сложно, к плану Штанмайера сложно, в отношении Крыма даже, сложно, невозможно, слишком большая цена заплачена, и сам же Путин, вот понимаете, он когда публичный план озвучил своих условий, да, вот эти три условия, он же ведь что сказал, и это не промежуточное решение, это окончательное решение, это же его слова, ну, можно пересмотреть, то есть он хочет окончательности тоже, и это вообще-то правильно для Украины, это тоже важно, понимаете, почему он говорит об окончательности, а потому что он хочет заставить, признать все-таки российский статус этих территорий, которые он заполучит, почему, чтобы у Украины не осталось возможности потом его оспорить, а Украина всегда будет такая возможность, если даже представить, что эти территории останутся оккупированными, завтра Путин сдурнет, и начнется новая история, новая эра, сможет ли находящийся в хаосе российская власть удерживать эти территории, если туда, вопреки всем договоренностям, всем вот этим замираниям, и так далее, ворвутся украинские войска, хорошо подготовившиеся, члены НАТО, вселенства НАТО, да никак и не смогут, ребят, ничего не смогут сделать, для того, чтобы продолжать противостоять, нужно будет иметь такое же твердое намерение власти продолжать воевать до последнего, какую имеет Путин и его власть сейчас в Кремле, поэтому, пытаясь себя обезопасить вот от такого пролонгации будущего, он и говорит, нет, мы окончательно договоримся, в его понимании, окончательно, это место этих четырех субъектов, пяти, Крым, Донецк и Луганск, Запорожье и Херсонская области в составе Российской Федерации в качестве субъекта федерации, а на остальной территории Украины распространяется ограниченный суверенитет, которого добивается Москва, и предмет переговоров именно он, понимаете, он выводит сразу за скобки вот эти вопросы, так сказать, связанные с четырьмя областями, ну и Крым это вообще не рассматривает, а все остальное, это что? Это вот только вопрос, каков масштаб будет этого ограничения суверенитета оставшейся Украины. Вот и все. И я как-то больше верю в этот план, нежели в какие-то кулуарные вбросы, которые вот вроде как отыгрывают назад. Я вот не очень верю. Я бы хотел в контекст переговоров, что Путин сейчас об этом всем говорит, поднимает вопрос, что как будто бы быстро-быстро нужно это закончить, ну и на его условиях. Может быть, в эту историю вписывается вообще непредвиденная ситуация, которую мы сейчас как бы теоретически обсуждаем, но по факту она может быть. Это вот войск, в том числе и французских, потому что ЛПН пригрозила отменить решение бить по российской территории французским оружием и выступила против отправки в Украину войск Франции. Как будто бы это решение уже принято, и она вот выступила против этого решения. То есть, может, что-то она знает, может, все-таки все-таки да. Смотрите, ну, во-первых, это не новость, что она выступает против этих решений. Бардалай, ее правая рука, который, значит, он и до этого озвучивал те же самые решения, прицом. А вот смотрите, есть ли такое решение? Я подозреваю, что оно есть. Я подозреваю, что какие-то внутренние решения для себя уже приняли. Я так подозреваю. Более того, я считаю, что в Украине находятся какие-то уже контингенты, инструкторы, малочисленные, из той же Франции, которая обслуживает французское оружие, из Британии, британское и так далее. Есть Пентагон, наверняка советники есть, в этом у меня нет никаких сомнений. Ну, это просто малочисленная часть, и она не публична. Мы же понимаем, что такое решение о ведении какого-то контингента или направлении каких-то инструкторов или советников, это некий вариант публичного давления на Москву. Показать, что первые шаги в присутствии на территории Украины представителей НАТО, представителей западных держав уже сделаны. Если вы не остановите войну и не пойдёте на попятну, и не пойдёте на переговоры и уступки, дипломатические компромиссы и так далее, то вы дождёте второго шага, когда появятся уже полноценные контингенты 3, 5, 10, 20 тысяч человек и так далее. И это будет уже новая ситуация. Зачем вам до этого доводить? Ну, логика, я вижу, здесь такая. Потому что пока это всё больше ритуальные действия со стороны западных союзников Украины и так далее, но наверняка, вот вы говорите, она против этих решений, наверняка, она более осведомлена. Наверняка, это хоть и область государственных тайн секретов, но они, представители парламента, наверняка, они в курсе идущих дискуссий и наверняка понимают, что у этих решений высокий шанс для реализации. Наверное, как-то это связано с 75-й годовщиной юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне. Наверное, мы услышали, что там объявят. Да, в качестве компенсации за то, что, в общем, Украину в НАТО продолжают не принимать. Мы посмотрим. То есть нам преждевременно говорить о том, что мы понимаем до конца всю механику процесса, и сильно ослаб Байден, как-то ему надо себя подкрепить. Пойдет он на какой-то радикальный шаг? Не пойдет. А черт его знает. Ну вот кто это знает? Поэтому нужно чуть подождать. Но в остальном я хочу сказать, что президент Макрон как лидер военной политики Евросоюза и политики безопасности, что очевидно, и внешней политики так распределены обязанности экономики Германии. Политика внешняя и обороны – это Франция. Традиционно. Ну, в завычном Великобритании, которая из Евросоюза вышла, и ее теперь там нет. Это уже союзник вне ЕС, вне европейского континента, скажем так. Континентально, да, Франция сейчас эту роль играет. И для Москвы, конечно, это драматически важно эту политику торпедировать. Для Москвы важно сорвать этот наметившийся тренд со стороны европейских стран, и прежде всего во главе с Францией, которые готовы вовлечься в конфликт уже непосредственно. Может быть, не на линии фронта, но уже ближе к ней. Намного ближе, чем на ревизионном расстоянии через бинокль говорить, давайте, давайте, украинцы, воюйте лучше. Поэтому, на самом деле, угроза вообще к некому реваншу политическому, она существует, и во Франции, меньше в Германии, в некоторых других местах. Но, тем не менее, на сегодня радикальной перемены нет. Для того, чтобы вот всё, что сказала Липен, осуществить, ей нужно выиграть президентские выборы. Не повышает шансы, это факт, потому что через три года, когда выборы пройдут, не будет Макрона. Она уже много раз, Мари Липен, участвовала в выборах, занимала вторые места, доходила во втором туре, до второго места. Ну и под конец хотел бы тоже такую новость. Вот мы не знаем, кто может прийти в президенты Соединённых Штатов, а мистер Бист заявил, что примет участие в президентской гонке, если изменит возрастные границы для кандидатов. Это такой шоумен, так сказать, Ютуба, очень популярный, американский, собирает много миллионов просмотров, не так, как мы, ни один, ни два. Он собирает по 100 миллионов, по 200 миллионов просмотров. Да, молодой парень. Я думаю, ну, всё-таки не будем серьёзно рассматривать эту новость, но, как вы уже сказали, жизнь удивляет, всякое бывает, поэтому, может быть, к следующему разговору мы что-то на эту тему найдём. Сейчас такие, какие-то перемены происходят, такие возникают, появляются и исчезают, кстати сказать, неожиданные лидеры мнений, какие-то блогеры, искусственные фигуры. Ну, мир 21 века. Слушайте, интернет, Ютуб-платформа, платформы ей аналогичные, какие-то компьютерные гуру, какие полуроботические какие-то фигуры, не поймёшь, то ли человек, то ли машина, не разберёшь. Искусственный интеллект, одним словом. Знаете, это может даже иронически изучать, я Медведева называл искусственным интеллектом, только в другом смысле. Поэтому в каком-то значении имеет здесь то, что мир меняется, понимаете, вот Байден еле двигается, а на смену ему вот бисты идут. Поэтому, нужно понимать, куда мир развивается. Дело не во власти политической. Зачастую вот они умами владеют гораздо в большем масштабе, нежели политики выборные. Вот это играет роль. То, что американцы на своей платформе с учётом англоязычного масштаба аудитории имеют такой охват, мы, люди украиноязычные, русскоязычные, мы, люди из нашего сегмента Восточной Европы, на такое и не рассчитываем. Ну, если, так сказать, дальше всё будет так идти, то, да, наверное, у этого появится какое-то новое измерение. Повторяю, не обязательно политический, такой какой-то, знаете, мир как-то так сильно поменялся, честно говоря, что ничему уже не удивлюсь. Марк Захарович, спасибо, мы час почти с вами проговорили, очень приятно вас было слышать, ваши рассуждения действительно очень полезны нашим зрителям в том числе. Спасибо вам большое. Вам спасибо, всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok